И почему вы теперь удивляетесь, что нет денег, нет отношений, нет уверенности в себе? Нет сепарации? На вас мама оказывает сильное влияние. Если вы по-прежнему обижаетесь и хотите, чтобы мама вас приняла или папа вас принял, чтобы вы говорили, чтобы мама уважала вас или чтобы приняла вас наконец, чтобы мама одобрила ваш выбор, если вы по-прежнему не можете говорить нет другим людям, отказывать, это все признаки того, что вы не сепарировались. Хотите простой тест, очень короткий? Сепарировались вы от родителей, стали вы целостной личностью или нет? Я хочу вас спросить, вы иногда чувствуете, что вы маленький ребенок и ни хрена не знаете? Вот если у вас есть такое чувство, что я по-прежнему ничего в жизни не знаю и не знаю, как себя правильно вести, куда вообще жить и как правильно жить, это означает, что вы по-прежнему эмоциональный ребенок. Это, ну вы взрослый, но вы по-прежнему в душе, вы еще не созрели, эмоционально вы ребенок. Люди, которые обретают зрелость, которые проходят сепарацию, они уверенные. Знаете, что признаком такой уверенности является? Харизма. Вот я могу вам точно сказать, увидели человека с харизмой? 100% человек сепарировался от родителей, потому что он становится уникальным, он не боится отличаться от других, он не боится ошибаться, поэтому он что-то новое делает, учится на ошибках и достигает успеха, он успешный. Смотрите, все просто. Человек, который сепарировался, он харизматичный, потому что чувствует себя уникальным и умеет отличаться от других, он достигает успеха, потому что не боится ошибаться, он устанавливает свои границы, на нем никто не поездит, то есть он такой независимый, свободный, в то же время он дружелюбный, его никто не эксплуатирует. Он успешный в отношениях, потому что ему не нужно компенсировать, ему не нужно добиваться от своей жены и от родителей то, что он хотел добиться от мамы. Многие женщины в отношениях с мужчинами хотят от мужей, чтобы они приняли их как отцы. Ну то есть, если отец был холоден в детстве с девочкой, то возникает такое понятие перенос, то есть психика переносит образ отца на образ мужа. И женщина ищет папочку, она ищет мужчину, который бы принимал ее, как должен был принимать ее родитель, как отец ее в детстве. И поэтому она ищет папочку. Точно так же с мужчинами. Вот эти маменькиные сыночки, мужчины, это означает, что просто не было тепла и поддержки от мамы в детстве. И поэтому мужчины, маменькиные сыночки ищут мам, причем от таких контролирующих, которые напоминают им, ассоциативно напоминают контролирующих мам. И что они хотят? Они хотят, чтобы вот эти вот жены их, контролирующие мамы, были добрыми, заботливыми, какой не было мать их. Понимаете? Это опять же компенсация и вот перенос. То есть успешного человека, человека, про который прошел сепарацию, его видно. Он отделен. То есть он отделен от родителей, от установок и он успешен во всех сферах. В финансовых, в личных, в эмоциональных, в интеллектуальных. А вот сейчас посмотрите, много ли вы видите успешных людей? Это ровно столько, сколько прошло сепарацию. Потому что этому никто не учил. Потому что долгое время в нашем обществе царили законы, такие очень жесткие, с психологической точки зрения жестокие, жесткие законы. Что нужно до конца жизни слушаться маму и папу. Иными словами, тебе нельзя взрослеть. Мама и папа, пока не умрут, должны управлять твоей жизнью. До сих пор во многих восточных народах, в очень религиозных семьях до сих пор почитают отца и мать свою. Да, почитай, уважай. Но это не означает, что слушаться совершенно во всем. Нет. Раньше такая установка была. Раньше исторически в обществе сложилось так, что дети поступали в точности, как говорили родители. Если родители говорили, женись на этой девушке, никакого другого брака не могло быть. То есть благословение родительское было святое. Родители диктовали детям, как им жить, исходя из собственного мировоззрения. И вот как попались хорошие родители, повезло вам. Но, как правило, родители у своих травм полно. Поэтому вот так и было. И только сейчас, вот, на заре, там, в начале 20 века, с этими, с революциями, со всякими, с ростом демократии, гражданских свобод, с концентрацией на личности человека. Оказывается, каждый человек, блин, личность. Да, даже суслик, личность, да. Вот, но вот с этой программой оказывается теперь родители, мы выясняем, что, оказывается, родители, они вырастили личность, и они должны отпустить. Теперь это задача ответственность самой личности решать, что он будет делать, как он будет делать, ошибаться он будет, учиться он будет. Это его проблема. Это его задача. Вот, к сожалению, мы к этому сейчас только подошли. В западном обществе там немножко раньше. Это сделал, ну, где-то на лет 20-30 они нас обогнали. То есть, это где, у них началось это в 70-х. Во время вот этой периода хиппи, отхода от традиционных ценностей совпало с политическими кризисами, с экономическими кризисами. И там вот эти ценности свободы проявились. А у нас до сих пор, мы до сих пор мама, папа, хотя мы уже как взрослые люди понимаем, что, ну, мы не должны следовать установкам. До сих пор бессознательно эти бессознательные установки сидят в нас, и мы не отделились от них. И почему вы теперь удивляетесь, что нет денег, нет отношений, нет уверенности в себе? Нет сепарации. Именно поэтому и для таких людей, которые хотели повзрослеть, хотели избавиться от этого груза прошлого, перестать жить чужой жизнью, перестать жить жизнью даже не ваших родителей, а прабабушек. Потому что эти установки передаются из поколения в поколение. Когда говорят проклятие рода, я не, конечно, нет никакого проклятия рода, но когда говорят проклятие рода, я имею в виду вот эти установки, которые передаются прабабушка, бабушка, потом мать, потом вы будете передавать своей дочери, внучкой, правду и так далее. Это просто установки, которые копируются на уровне бессознательного копирования детьми. Это и есть проклятие рода, когда вы эти установки копируете. Сейчас уже пришло время избавляться от этого. Сейчас перестать жить жизнью чужой, жизнью, которой жили ваши прабабки и прадедки. Хватит. Давайте избавляться от них. Приходите на вебинар психотерапевтический. Впервые я провожу открытые психотерапевтические вебинары. Что это такое? Это такая специальная сессия, такая специальная психотерапевтическая программа или, скажем, консультация для вас. То же самое, что если бы вы пришли ко мне на консультацию, которая стоит 24 тысячи в час, я бы с вами ее бы и провел. То есть, если бы у вас была такая проблема с сепарацией, я бы ее именно провел. Но вместо 24 тысяч я предлагаю вам пройти ее за 2,5. За 2,5 тысячи рублей. Это ерунда вообще. Час, час двадцать. Специальная консультация, где я буду в режиме такого специального медитации. Ну, это не медитация. Это будут специальные такие, специальные особые техники, которые позволят вам избавиться от ваших негативных установок, освободиться от них. Будет много интересного. Будут, конечно, будут открытия. Будут такие вау. Будут внутри перевороты. Внутри я не буду много говорить, как сейчас. Сейчас я действую на интеллектуальном уровне. Психотерапевтический вебинар, это психотерапевтическая сессия будет, она будет на бессознательном уровне проходить. То есть, вы будете в таком состоянии, как бы полусна, в таком состоянии транса. Это трансовая техника, которую я буду специально... Это не гипноз, это не как бы... Все там безопасно, все исключительно проверено уже на многих, на тысячах людей. Все очень хорошо. Но это особая техника, которая не так, чтобы, знаете, я вам сказал, а вы... Ну, а вы сказали, ну да, я понял. Вы много раз слышали, что нужно отделяться, что нужно говорить, нет, это нормально, что проявлять эмоции нормально, но как-то не происходит, да, как-то сопротивляется. Вы говорите, я умом понимаю, я сделать ничего не могу. Почему сделать ничего не можете? Потому что эти установки сидят в бессознательном и нами управляет бессознательное. Поэтому я буду делать операцию вот на том, на вашем бессознательном. Приходите.